Йоу, друзья! Всем большой привет! Вы на канале I Wanna Buy. Если вы любите кроссовки, то вы находитесь в правильном месте. И сегодня я хочу, чтобы вы просто откинулись в кресло, либо в кровати, и смотрели это видео с расслаблением. Потому что сегодня был тяжелый день, и давайте просто полюбуемся на красивую пару. Историю вы уже слышали. Также сегодня будет несколько фактов, немножко видеоматериала, чтобы вы просто отдохнули и заценили данную красоту. Приятного просмотра! Что ж, позвольте мне сначала рассказать историю, как я их купил, а потом уже перейдем к истории данной пары. Смотрите, это был декабрь, у моего друга Кирилла в январе день рождения. Я думаю, дай-ка я зарегистрируюсь на его размер, вдруг выиграю. И вот, наверное, число 10, после моего дня рождения, приходит списание с Энда. Я не понимаю, за что списалось. Ну, типа, я только проснулся, вообще не могу ничего понять. А потом понимаю, что выиграл в розыгрыше. И это мой первый выигрыш в розыгрыше в онлайн-магазине. И тем более не в российском онлайн-магазине, что для меня вообще просто шок. Я был счастлив, был бы круче, если бы я, конечно, какие-то Сакайи выиграл, но тоже неплохо. И вот, я думаю, ну, это же типа Энд, это Великобритания, оттуда будет идти, наверное, месяц, растаможка. А как вы знаете, у меня были пятерки, и они вообще шли два месяца. Это вообще два башки, они там на границе застряли. Поэтому я думал, что будет идти все очень долго. И приготовился ждать. А ждал я еще пять дней. Пять дней из Великобритании, друзья. У нас Москва-Питер три дня. А тут из Лондона ко мне приехали кроссы. Я такой, сижу дома, и мизинкуриер, и говорит, здрасте вам посылка. Я такой, я ничего не заказывал. Они такие, нет, у вас кроссовки. Я не понимаю, серьезно. Настолько круто все это работает. Федекс, большой получается респект за такую быструю доставку. Я доволен. И что ж, от блабольства приступаем к распаковке. Так, ну что, позвольте начать с бокса, в котором пришла данная пара. Здесь написано просто, четко и кратко. End, и больше ничего лишнего. Так, нам нужно разрезать вот этот вот пластырь, и потом уже открывать дальше. Оператор, ножик, пожалуйста, сзади вас. Давай. Вот таким прекрасным движением руки. Я его режу. И... А где пара? Тут нет пары. Почему нет пары? Потому что, друзья, я уже распаковал в моем инстаграме. Подпишитесь на него, и все распаковки будете видеть намного раньше, чем они появляются на канале. И также будут анонсы всех почти кросс, которые будут здесь сниматься. Самое время подписаться на инстаграм и не пропускать распаковки. Но так как вы не подписаны, увы, вы не получили данной распаковки. Ну ладно, ну ладно, друзья. Как я вас мог оставить без распаковки? Конечно же, будет. Срываем этот скотч ножиком аккуратно. Открываем верхушку. Нас встречает Nike. Блин, на самом деле, если бы они подложили туда что-нибудь мягкое, то тогда бы бокс не порвался. Но мне бокс, к сожалению, не порвался. Видите, такая полосочка. Нас встречает еще конвертик. В конвертике ничего абсолютно интересного, только мои данные. И визиточка тоже от магазина End. С благодарностями от человека под названием Мэтью. Не знаю, кто это такой, честно. Но приятная мелочь. Пускай будет, окей. И, конечно же, то, ради чего мы все собрались, это данки. Какие они красивые. Я вот сколько не смотрю, сколько не распаковываю их. И в инстаграме, и на ютубе. Блин, они прям реально очень горячие. Мне сильно заходят. И давайте поближе посмотрим, что вообще такое. Кайф. Кайф. Просто абсолютно универсальная пара. Лето, осень, весна, шорты, брюки. Еще вот эта вот откидная штука, как на жориках. Наверное, однако, кстати, это и пошло. Честно, не знаю. Вот. Но в целом пара вот выглядит максимально круто. Вы досматривайте и подготавливайтесь к следующей части видео. А мы в паре, потому что там есть на что посмотреть. А Клим, который до этого рассказал про данки Diamond Supply Company, прекрасно рассказал вам всю историю, всю подноготную, как все это появлялось, какой на них был раньше ажиотаж. Поэтому, если тебе реально интересна история данков, то вот здесь есть ссылочка, вот здесь всегда путаюсь. Переходите, смотрите. Он прям очень интересно, круто все рассказал. Многие давали фидбэк, что реально крутая история вам стоит. Посмотрите. А мы идем и замечаем, что. Косяк. Бокс порван. Не зареселить. Шутка. На самом деле, я себе, наверное, оставлю. Но момент неприятный. Вот так они ко мне пришли. То есть, ну, коробка по дороге испортилась. Дальше у нас идет конвертик. На конвертике просто мои контактные данные. Там, типа, что я заказывал, мой ордер. И вот такая вот стучка, которую Егор вам просто отдельно поближе потом нас снимет. Но здесь написано end и написано thank you от Matthew. Больше ничего. Так. Хотелось бы, чтобы здесь лежало, наверное, тысяч пять долларов. Тогда было бы приятнее. Но так это безделушка. Не знаю, зачем отправили. Могли просто в конверт упаковать пластиковый. Тоже самое было бы. А мы движемся в паре. Которая вроде бы, как и называется, ву-танг. Но расцветка ву-танг, она не является. И давайте вам объясним, почему. Почему же это не ву-танг? Потому что были изначально данки в такой же расцветке с логотипом ву-танга. Вот в этой части. Они сейчас на стоксе стоят бешеных денег. Там всего лишь одна пара одного размера. Скрин вы, конечно же, увидите. И стоят они 20 миллионов долларов. Я понимаю, что это фейк цена. Такой цены нет, друзья. Это потому что один экземпляр. И то же самое было с диорами. Они не стоят 20 миллионов стопудов. Ну, в районе от 10 до 20 тысяч долларов. Ну, это мои предположения. А почему называют эту расцветку ву-танг? Потому что это настоящая копия той самой расцветки. Но без логотипа, который все так хотели увидеть. Вот. Ни капельки не расстраиваюсь. Потому что эта вот расцветка, наверное, из лучших уданков. Были зелено-белые и желто-черные. Вот в этом году прям шик мне зашли. Вот. Так что переходим к распаковочке. Виды на ноге. И, в принципе, все. Я же, как я сказал, история. Там. Поэтому не буду ничего рассказывать, друзья. Оно не имеет смысла. Сегодня у нас просто анбоксинг. Ламповое общение. Сабскрайб. Там все такое. Так. Вытаскиваем бумажку. И, конечно же, мои любимые. Аж два шнурка. Черные и желтые. И давайте уже по традиции. Второй раз подряд я это буду делать. Я вам скажу, стоит ли эти шнуровки использовать. Я считаю, что черный можно сделать. Потому что здесь черный нос. Черная стелька. Не знаю. Ну, черный можно оставить. Но вот это суть того, что это не должно быть. Обычная пара. Здесь есть желтая шнуровка. И она как бы сильно контрастирует. Поэтому я бы это все просто выбросил. Точно не нужно белую. Я бы все это выбросил. И ходил бы вот так вот. Потому что вот в таком исполнении все выглядит просто шикардосно. Дальше идем по деталям пары. Как вот я вижу на этом участке. Кожа довольно-таки плотная. Хорошего качества. А я вам напомню, что пара стоит 8 тысяч 990. Это не Джордан за 14 тысяч. Это данки с очень крутой кожей, толстой. То есть она прям кайфового качества. Приятная на ощупь. И да, за 9 тысяч это очень крутое решение. Если вы хотите Джорданы, но условно у вас не получается их купить, постарайтесь купить данки. Они, кстати, стоят дешевле. То есть вот эти можно найти спокойно за 15 тысяч. На минуточку. В магазине стоит Джорданы ритейл. 14 тысяч. Поэтому дважды подумайте перед тем, как покупать Джорданы. И у меня был вопрос. В прошлом видео. Смотрите, вот здесь тоже петелька отходит. То есть здесь она тоже не пришита. И там один знаток по имени Клим сказал, да это просто ретро пара, ты не шаришь, поэтому там отходит, а на остальных нет. Друзья, это не так. Те же самые Бладлайны, это тоже OG расцветка, но там все зашито. И на многих OG расцветках тоже все пришито. Но видите, на данках они не пришиты. Я пока честно не вижу связи. Если вы все это знаете, пожалуйста, напишите. Мне будет интересно. А так мы переходим, наверное, к виду на ноге, потому что больше рассказывать нечего. Ну что, друзья, отправляемся к нашему любимому уже ковру, где я вам покажу несколько луков, а также вид на ноге. Потому что рассказывать уже, как я сказал, нечего. А вот полюбоваться на них однозначно стоит. Сначала вы глянете на них просто в шортах. Я покажу, как они сейчас с короткими и с высокими носками. И потом уже покажу с брюками. Я могу предположить, что это будет, наверное, одна из моих самых любимых пар на летний сезон, потому что выглядит все это очень свежо и очень-очень стилево. А вот с брюками, то, что я показываю, это не совсем актуально, потому что это больше зимние брюки, в них будет жарко ходить. Но есть у меня еще спортивки тонкие, но я их абсолютно ненавижу, как и, наверное, большинство моих подписчиков, потому что выглядят они слишком спортивно. А это больше уже такой casual стиль, поэтому не рекомендую носить со спортивками. Лучше какие-нибудь треники, либо шорты. И носить их летом, конечно же, потому что такие пары никто зимой не носит, потому что их просто откровенно жалко. Друзья, я вам так скажу. Посмотрите на других блогеров, которые снимают кроссовки в России. Посмотрите на то, какие они пары снимают. Вы такое видите? Вы там видите часто единички. Вы там видите часто какие-то изи. Я думаю, нет. И мы для вас стараемся вырубать реально очень крутые и интересные пары, что не делает почти никто. Вот если вы скажете, кто также снимает крутые пары, есть канал The Plug, Серега. Он тоже снимает изи, но он выпускает это все очень-очень редко. Если он тоже постарается, то мы вместе можем прям выстреливать. А сейчас такая хайповая обувь на слуху. Поэтому я хочу, чтобы вы распространяли это видео. Хочу, чтобы вы делились с друзьями. Если вам реально нравится, не поленитесь и отправьте хоть маме. Может, ей понравится. Может, и наша резиданка ей так заходит. Но любая поддержка, она очень поможет. Потому что мы прекрасно понимаем, что мы достойны большего. И мы снимаем для вас хорошие пары. Мы стараемся для вас их находить. С вас только подписка, лайк, колокольчик, комментарий с вопросом или же еще каким-то пожеланием и поделиться. Все. На этом все. Спасибо, что смотрели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok